Самый большой чек, который ты заработала? Полтора по два миллиона рублей. Бляха, муха, с***, я тоже так хочу. Курица, несущая золотые яйца. Ну это ужас. Вот, что бы ты посоветовала? У всех одни и те же вопросы. Не нужно на меня ругаться. Я уже спать хочу. Вот такой лайфхак. Чем больше я делаю массажа в течение месяца, тем больше денег в кассе. Привет, друзья. У нас в гостях резидент акселератора Аксель, Снежана Манько. Снежана автор, сооснователь. Основатель или сооснователь? Сооснователь. Сооснователь. Сейчас расскажет, что у тебя партнер. Школы по финансам, финансовой грамотности для предпринимателей. Школа для финансовых специалистов и тех, кто хочет разобраться в финансах компаний. То есть у нас есть и уже действующие специалисты среди резидентов, и люди без специального финансового образования, начиная там от просто рядовых сотрудников компании, ассистентов, заканчивая самими предпринимателями, руководителями, управленцами бизнеса. Когда ты стартовала школу? Первый поток у нас в октябре 2017 года стартовал. Скоро будет год. Скоро будет год. Скажи общий результат вот за год. В чем? Выручка, прибыль, количество людей. Так, по выручке, ну, наверное, миллионов пять в совокупе. По прибыли мы ее сейчас, ну, как мы ее постоянно реинвестируем в основном в рекламу, но проект изначально прибыльный, то есть первое месяце он в операционной прибыли, и эту прибыль мы просто направляем дальше в развитие. По количеству людей порядка ста человек прошло основной программой, трехмесячный курс, такой большой, серьезный, глубокий, то есть основной продукт. В общем, 10 месяцев, 5 миллионов рублей, 100 человек. Маржинальность примерно какая вот, если не реинвестировать? Ну, 30-40%. Расскажи, с чего все начиналось. Твой путь, как ты пришла к онлайн-школам? Ты была сначала, как обычный человек, наемным человеком, потом перешла в консалтинг или как? Сначала я училась, изучала финансы, потом сразу же совмещала свою деятельность с работой. Начинала я с помощника-бухгалтера еще в студенческие годы. Мои коллеги. Потом, после вуза, я работала в консалтинговой компании. Из финансов я выбрала для себя направление, это международная отчетность, тогда она активно развивалась. Я проработала в консалтинге недолго как наемный сотрудник, там буквально, наверное, года полтора. А дальше мне нужен был гибкий график, потому что у меня к тому моменту уже был ребенок. И я писала диссертацию, то есть мне, чтобы совмещать работу, проектную деятельность ребенка и диссертацию, нужен был гибкий график, поэтому я из наемной работы перешла в такой фриланс. Ты кандидат экономических наук? Да, я зачитала диссертацию, кандидат экономических наук. То есть вся моя профессиональная деятельность связана с темой финансов, с развитием в этой области, с изучением всего, что как можно. И ты сразу стала консультировать? Я в той же компании, где работала, предложила им вариант просто вести проекты как уже фрилансер на проектах и пошла в другие компании, уже имея резюме, бэкграунд в этой компании и положительные отзывы с предложением, что я готова работать с вами, вот у меня дипломы, вот у меня отзывы, бэкграунд, но не готова в штат, готова на проекты. И так начала сотрудничать с крупными аудиторскими компаниями. Потом я уже сама, естественно, не справлялась, у меня уже появлялись какие-то ассистенты, то есть мы уже приходили в группы. А, у тебя появлялась своя команда? Появлялась команда, да. И потом это все органически уже выросло в консалтинговый бизнес. Так у тебя появился уже свой первый бизнес? Да, это уже было, сначала это было просто как договоры ГПХ, подрядчик, фрилансер, потом это уже было ООО, сотрудники, потом офис в центре Москвы, но все как полагается. То есть мы занимались вот направлением международная отчетность, и клиенты были вот через этот канал продаж, плюс уже сами компании стали выходить напрямую по рекомендациям, сарафанное радио, плюс я еще преподавала всегда, то есть я так как училась в аспирантуре, мне нужны были преподавательские часы, причем преподавала я людям, которые были там в 2-3 раза старше меня, уже из Газпрома, из таких компаний, то есть компании, да, финансисты отправляли своих сотрудников обучаться на получение международного диплома, это был такой тренд, бум, хайп, можно так сказать, в финансовой теме. Постоянно совмещала консалтинговую деятельность с такой вот экспертной преподавательской. Потом еще добавилась деятельность в издательстве, то есть я еще стала публиковаться. Как навести порядок в финансах компаний? Вот эта книга, это мой, скажем так, труд уже для малых и средних компаний. Эта книга прям свежачок, 2018 год. Столько. Да, спасибо, пишет за акселератор, Снежана нам, и желает 110x финансового роста. Я же сначала написала 10x финансового роста, потом думаю, нет, для акселератора 10x это легко, 110 точно, ребята, сделаем. Круто. Давай, значит, историю продолжим. Одно дело, когда онлайн-школа решает делать корпоративный сотрудник, им сложнее переключиться, потому что это нужно брать ответственность за людей. А ты уже, по сути, получается, всю твою основную карьеру, ты была таким фрилансером, слэш потом стала предпринимателем, и тебе, видимо, проще было переключиться. Расскажи, какие препятствия были у тебя на шифт переключения из такого более традиционного консалтингового бизнеса в онлайн-школу? Вопрос, наверное, организации бизнеса, то есть бизнес-модели самой. То есть бизнес-бизнес рознь. Но вот такой мелкий-средний консалтинг – это всегда что? Это всегда команда, то есть ты зависишь от команды, от экспертов, которые с тобой работают. Ты зависишь от своего личного участия в этих проектах. И у меня наступил какой-то момент такого профессионального выгорания. То есть я была в каждом проекте, и даже где я выходила из проекта, уже делегировала, все равно мне нужно было контроль за собой оставлять. В какой-то момент меня переключило, я поняла, что нужно создавать. Актив ли я создаю? То есть у меня сейчас что? У меня просто операционный доход, деньги? Ну да, может ли ты на пенсию пойти? Да, могу вот я сейчас выйти, и все. Что я могу с этим? Бизнес для меня – это актив. То есть я могу его продать, я могу его как-то переорганизовать так, чтобы он просто приносил пассивный доход. И я ответила себе на вопрос, что нет. То есть если меня убрать из этого бизнеса, там ничего нет. У нас с Серегой была история, мы гуляли весной по лесу в Сочи, и я увидел змею и пошел ее укращать. И такой ее вот уже беру в руки, все говорит, стой, стой, мы еще автоворонку не допилили. Типа смеясь, что подожди, ты мне еще нужен. Вот когда мы с тобой только катались к интервью, ты говоришь, пока финансовые результаты от консалтинга были больше. Какие у тебя планы, когда все же станет у тебя финансов больше в онлайн-школе, и когда ты по ощущениям сможешь выйти из операционки и, к примеру, уехать на полгода куда-то, и чтобы там уроки работали? Ну, уже сейчас даже при текущем результате я могу выйти из операционки, и то, что мы уже сделали, это уже хорошо. Дальше только вопрос масштабирования. То есть, чтобы сама модель, само ядро было такое, что неважно, к тебе придет 10 учеников, 50, 100, 200, что оно легко разрастается. В жизни есть естественные ускорители, и у тебя естественный ускоритель, это октябрь, ты станешь уже двукратной мамой. Насколько это подстегивает быстрее все записать, и какие у тебя планы? Ты думаешь потом месяца 3-5 не интегрироваться в работу, или ты хочешь прям... Я не планирую сильно выключаться. Школа, она позволяет, опять же, более гибко отстроить, отойти, посмотреть, делегировать, описать. Поэтому, так как у меня еще личная стратегия была сейчас, на ближайшие годы, больше уйти, может быть, в семью, в бизнес супруга в том числе, да? У нас же с тобой похоже, что у тебя муж, тебе помогает, правильно? Ну, изначально, да, мы ее совместно основали, то есть на нем функция продюсирования была, на мне функция эксперта. То же самое, я продюсер жены тоже. Потом, через определенное количество месяцев, мы приняли решение, что он выходит из этого проекта, возвращает, ну, больше внимания нужно было на его основные бизнесы. Ну, и сам знаешь, что такое, да, вот когда личные отношения смешаны с рабочими, это определенный квест, это определенный такой челлендж. Мы тоже готовимся стать двукратными родителями, и мы на полгода уезжаем на Бали, и я чувствую, что Кате может не хватать как эксперта, и мы сейчас вот на рынке ведем переговоры с некоторыми экспертами, тоже, которые по личному бренду, по текстам, чтобы они давали обратную связь студентам, чтобы мы им платили какую-то там фиксу или процент. Мы уже это практикуем уже давно, но сейчас хотим несколько интегрировать поплотнее, потому что сейчас Катя в продукте, я дал такой как бы лимит на Катю, говорю, ребят, на Катю есть лимит такой. Она один раз в месяц готова проводить продающий какой-то мастер-класс большой, которому нужно готовиться. Она может делать иногда лайвы, делать что-то в сторис, но только когда ей по кайфу. Она прям чувствую, она прям расцвела, у нее есть время встречаться с подругами, заряжаться. Мне нравится такая метафора, что эксперт – это вот как золотая, как курица, несущая золотые яйца. Чтобы эксперт нес реально золотые яйца, а не простые, нужно, чтобы он был всегда, ел ту пищу, которая ей нравится, ну, эмоциональную, там, ходил в спа, там, массаж. Кукурочку, в общем, нужно кормить тем зерном, которое ей нравится. Вот такой лайфхак, чтобы Катю меньше клиента хотели, у нас всегда была проблема, что Катю хотят. И мы всегда просто поднимали цену. То есть на Катю сейчас консультация личная, Катя, стоит 125 тысяч рублей. Иногда появляются люди, и то мы фильтруем там, насколько ей интересно и неинтересно. И многие такие говорят, ну, ладно, давайте за 50 тысяч рублей я проконсультируюсь у ментора школы. А это человек, который чуть по статусу ниже. Ну, не основатель, но соавтор каких-то курсов. Вот, и таким образом мы подняли сильно цену людей, которые бы никогда так дорого не продавались, а Катя, там, только люди, условно, которых там, они такие, типа, фанаты, и вот только хотим. Вот и всегда появляется процент два людей, которые покупают самый дорогой продукт. Ну, мы в такой же методике абсолютно идем, и это здорово. Интересный еще вопрос. Вот ты из консалтингового бизнеса, и, соответственно, у тебя был определенный, там, тариф в час. Есть ощущение, что твой час как консультанта вырос там многократно, или пока еще нет? Это сама школа, там, та же школа, та же книга. Это все дает определенную конверсию в запрос. А все классно, вот мы видим, что у вас на все здорово. Ну, давайте мы заплатим, вы придете, нам сделаете все под ключ. То есть консалтинг он никуда не уходит, и воронка расширяется. То есть я для себя просто сейчас приняла решение, что консалтинговую деятельность я вот в ближайший год не развиваю. Просто этих клиентов я отдаю, соответственно, там, в школу своим ученикам. А когда ты начала вести вебинары, делать видеоуроки, насколько тебе это было сложнее, или, имея уже опыта, реального преподавания было легче? Это не, нет, не было сложнее. Вот те вебинары, которые контентные, это вообще моя любимая история, то есть там, чем-то делиться и рассказывать. Вот в вебинарах, что для меня было сложно, это рассказывать там про продукт, да, вроде бы, как там, ты продаешь все. Продавать. Ну, продавать. Для меня, как для эксперта, было сложно продавать. Я с тобой как договорилась, что, слушайте, ну, я вообще-то не продаю, то есть я делюсь просто. И это, значит, прям такой, как бальзам надо, потому что все это идет продажи, ну, то, что в России происходит с этими агрессивными продажами, все всем все продают, ну, это ужас. А когда ты из другого посыла, что ты делишься. Делишься, даешься инструмент, хотите присоединяйтесь. Да, 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 кто хочет, тот присоединяйся, кто нет, то нет. Расскажи про книгу. Это маркетинговый ход, это, там, возможность зарабатывать на книге, что-то, как, что для тебя книга? Слушай, эта серия вот накопилась, потому что постоянно, когда уже начала работать с аудиторией малого и среднего бизнеса, там, у всех одни и те же вопросы. По рекомендущим, что почитать? Я начала смотреть, что у нас есть на рынке, что можно вот дать такой, как руководство, чтобы люди, особенно малый и средний бизнес, посмотрели и поняли. И, ну, ничего не нашла. Ничего не нашла, пришлось написать самой. А когда, как долго ты писала, как долго длилась проекта? Так, знаешь, там, вот, казалось бы, книга. Ну, да, основательно тут таблички. А там бы граун 12 лет. В общем, сколько ты писала? Месяца три и больше? Вот, с момента, когда я получила транскрибацию, два с половиной, наверное, месяца. А, прикольно. Ну, то есть, я ее сдала в издательство, там, за пару месяцев. А уже издательство с ней работало достаточно долго. Там верстка, вот, у них же свой производственный процесс. Лид-магниты сюда вставляли? Нет, как инструмент маркетинга мы ее не использовали. Мы вообще сейчас когда делали по фри-паблисти, как стать популярным автором, мы прям очень много лид-магнитов сделали, и оттуда много клиентов приходят. И шильдик еще хорошего, такого качественного издательства, как Альпина, там, либо Эксмо, либо Мифа. Это, конечно, тоже хорошо. Если ты хочешь все же, как эксперт, подчеркнуть, что со мной работают, что проверено качество, то лучше, конечно, иметь шильдик. Расскажи, как пришла идея онлайн-школы? Вот ты такая, когда тебя озарило, и такая, понимаешь, что все, пора делать онлайн-школу? В прошлом году, то есть если мы в Акселератор пришли летом, где-то в январе, у меня был план на год, у меня же планирование в жизни и в бизнесе, был план, а что было прикольно сделать в этом году? То есть с консалтингом было понятно, что когда была компания, я перегорела, и вообще я ее потом закрыла, и ушла в такой просто в релаксовый фриланс, вот реально там уезжала на несколько месяцев пожить в другие регионы, то есть до такого состояния. Брала какие-то разовые проекты, которые лично мне были интересны, там владельцы были интересны, любые бизнесы были интересны. Но это опять же такая, знаешь, как бы самозанятность. И я понимала, ну окей, что у меня есть из наработок, то есть с чего можно быстро сделать модель. Все равно был запрос на консалтинг, то есть люди мне каждую неделю там звонят по каким вопросам? Да, финансиста, посоветуй, порекомендуй, то есть нужны были финансисты. Я думаю, ну окей, если я сама не хочу этим заниматься, да, либо в таком объеме точно, как я могу людям закрыть эту потребность? И вот тут пришла идея, что нужно научить. И пришло такое сознание, что эта модель это как раз школа. Но я сразу понимала, что это должна быть не школа, не курсы одного эксперта. Как я раньше там что-то вела, разовая группа, так я уже не хотела. Я хотела, чтобы это была некая там система. И когда я сформулировала свою миссию, как там способствовать повышению финансовой грамотности именно предпринимателей, управленцев, руководителем малого и среднего бизнеса в России, у меня даже такой пазл сошелся, как я могу способствовать, да? Ты попала на наш вебинар? Да, все как обычно попала на ваш вебинар. Четыре часа смотрела, думала, что это вживую, отвечала там на вопрос, ставила плюсики. У меня такие были смешанные чувства. Идиот. Я то, что хочу. Причем, я его смотрела там час ночи уже, как-то поздно он идет там. Я уже спать хочу. Думаю, сейчас же закончится, я же не досмотрю. Повторы не будет, надо же досмотреть. Какие уроки акселератора больше всего тебе понравились, запомнились, что дало такой пуш? Знаешь, все сбалансировано. То есть какие-то темы были более актуальны, менее актуальны. То есть так как я уже пришла с таким осознанием того, что я хочу, у меня уже была понятна тема с нишей, с аудиторией, с целью. То есть вот как-то модуль там с экспертом тоже было все понятно. То есть эту часть мы как-то так легко прошли и быстро просто приняли к сведению. А дальше уже вот сам инструментарий, как вебинар делать, как воронки выстраивать, как продукт делать. Это вот для меня было наиболее интересно. Со своими однокурсниками поддерживаешься в связи или ты просто в продукте, в себе и некое? Целенаправленно не поддерживаю, потому что в продукте, но в среде, то есть и группы все читают, чаты. Насколько твоя ниша конкурентна? Есть ли там большие крупные игроки? Чувствуешь ли ты эту конкуренцию? Знаешь, интересные такие истории были, когда у нас уже люди обучились и стали создавать свои продукты. Курсы уже на складчине продаются. Твои? Да. Думаешь, блин, украли, да, там? А с другой стороны, думаешь, окей, а как сделать продукт, чтобы ценность была… То есть мы постоянно говорим, что ценность не в контенте, не в знаниях, а в обратной связи. Это прямо в своих курсах нужно говорить. Люди, даже если купили на складчине, они потом приходят, понимают, что, блин, это все и на ютюбе плюс-минус есть. Это в книжках есть, но книжку читать нужно. И мне нравится высказывание. Знать и не делать, значит, не знать. Ну, нахрена тебя читают, там, смотрите, как раз-таки наша задача-то пушит, направляет, отвечает, делает движуху. И ценность-то в другом. То есть мы тоже берем обратную связь участников, и очень всем важно, что их проверяют домашние задания, отвечают на вопросы, то есть как-то их направляют. То есть вот это ценно. Еще знаешь, что интересно? Все равно обидно. Знаешь, что интересно? Консультанты умные люди. При этом вот среди множества финансовых консультантов ты одна из первых или, может быть, даже первая решила делать онлайн-школу. Это вот интересно, что много же ниш разных консалтинговых, налоговых, там, вот. А онлайн-школ именно реально крупных нет. И мне кажется, что в ближайших пять лет это, ну, реально перевернется. Я что наблюдаю? Например, тот же Высоцкий. Высоцкий помогает. Он начал консалтингом заниматься, вот Высоцкий консалтинг, соответственно, он вел, консультировал клиентов, потом понял, что, блин, сложно. И сейчас у него сотни-сотни собственников бизнеса, которые сами внедряют. И он еще говорит, ребята, консультанты вам как бы проконсультируют, но они за вас не сделают все равно, вам нужно делать, поэтому приходите и учитесь. И в мозги собственника в конечном итоге мы упираемся. Потому что дебет с кредитом свести легко, а вот… Да, тут совсем другая история. То управленческий консалтинг, это вот финансово не просто там посчитать, а сделать так, чтобы бизнес рос, это инструмент управления бизнесом. А целевая аудитория у тебя предпринимателей, которые сами хотят окунуться, сотрудники предпринимателей, которые говорят, слушай, вот, Вася, Дипа, учись и наведи мне порядок, и консультанты, либо бухгалтера, сотрудники корпоративные, которые хотят уволиться и начать частную практику. Да, в основном эти группы. То есть, в конечном итоге мы решаем задачу бизнеса. То есть, управленческий аудиторий – это бизнес. Мне кажется, еще просто наподумать. Вот как бы финансист, там, им реально тоже можно объяснить, что ты можешь жить в Сочи или там на Бали, при этом там не ощущать холода Москвы. Да, это мой опыт, когда я там работая, находясь в других регионах, вела проекты. Да, да, это прямо интересно. Вот сказать, чуваки, да и что вы сидите в этом офисе зарабатывать там своих 50 или 150 или даже 250 тысяч рублей. Вы можете сидеть на Бали зимой, кушать бананы и ввести удаленно клиентов и зарабатывать по тех же 150-250. Слушай, ну, в общем, в онлайне у тебя конкуренции особой не чувствуется. Это значит, что ты можешь быть там номер один или входить в топ-3 игрока. Есть такие амбиции, планы? Есть план принести максимальную пользу максимальному количеству людей. Окей, значит, ты не про деньги, значит, ты больше про творчество. То есть, для меня этот проект, понятно, что есть там мужской подход к бизнесу, женский. И вот что для меня бизнес, да, для меня вот сейчас бизнес – это творчество. То есть, как раз вот авторство, какая-то экспертность вот этим всем поделиться. Может быть, здесь как раз и нужен, да, там второй партнер, либо, ну, кто-то еще, кто про бизнес, как про бизнес, чтобы это масштабировать и вывести вот там номер один, показатели, цифры и так далее. У меня здесь такой, знаешь, более, наверное, женский подход, но, тем не менее, он тоже с деньгами пересекается. Потому что, если я сейчас включу подход вот как к бизнесу, это совсем другие энергии, это совсем другие методики, это совсем другая стратегия. Да, тогда дети не очень будут рады. Да. В такой момент. Я прям заметил корреляцию. Чем больше я делаю массажа в течение месяца, тем больше денег в кассе. Ну, вот, да, это про это. Так как ты сталкивалась с классической моделью обучения, вот часто такие старые преподаватели, старые языкалки, они, им не нравится вузовская зарплата, им не нравится там атмосфера. Вот что ты можешь им посоветовать, там, могут ли они онлайн бизнес открывать, или они уже не могут обучать у них там старые модели, или все же есть вот даже в тех же там, условно, преподаватели бухгалтерского учета из вуза. Имеют ли они возможность открыть школу там бухгалтерскую, для бухгалтеров? Вопрос-то только в том, что они будут в этой школе передавать. Они будут передавать свои знания, которые они академические у них, либо они будут передавать какие-то навыки. Вот мы же что делаем? Мы же в школе не передаем знания, то есть мы больше навыки, мы другое совсем. Вот как ты думаешь, вот я просто, я же учился, я продукт обычного вуза. Хорошо, что я на третьем курсе перевелся на вечерний и начал работать. Я пришел на работу, понял, блин, нахрена меня учили три года, какую-то херню мне дали вообще. А я потом через где-то полгода стал сначала зам главного бухгалтера, потом главным бухгалтером. И мне не было с кем советоваться, я в вузе советовался. И получается, что если бы кто-то мне сделал бы там полугодовой курс, как быть бухгалтером, я бы устроился бы финансистом. У меня был бы чат там по вопросам типа, что-то дебет с кредитом не сходится, помогите. Или там, блин, руки трясутся, НДС нужно сдавать, а там пару деклараций не могу найти, там что делать, ну какие-то такие вещи. Вот, я думаю, что за полгода, а то за год я бы освоил бы все, что там дают в пятилетней программе и уже на практике бы это все реализовывал, бы деньги зарабатывал. Вот мне кажется, если бы вот профессор там или там, ну просто лектор какого-то вуза начал бы делать онлайн-школу, мне кажется, что было бы больше пользы от его деятельности. Возможно. Вопрос, что он бы мог передать. Мы же в школах передаем практику. В общем, преподаватели-теоретики, идите поработайте в бухгалтерии нормальной, а потом расскажите, как студенту вот вашему, которых вы отучили уже при яду, получить не знание, а именно навык, опыт и его внедрять в работу. Поэтому действительно вот ты права, что если преподаватель теоретик, если он не работал и он преподает в вузе, то часто это просто спам. Теория, которая не является, она не сопряжена с реальным опытом. Я согласен, да. Просто главный бухгалтер, вот еще тоже интересно, вот если вы главный бухгалтер и слушаете нас, то скорее всего вам будет проще открыть онлайн-школу. Я тоже думаю, вот школу каких экспертов привлекать? Одно дело практики, а другое дело можно и симбиоз делать. Даже если он теоретик, он может на другом языке объяснить и люди наконец-таки поймут. Да, он может классно объяснить, но может показать. Поэтому симбиоз, практика в теоретике вполне может быть. В общем, ребят, вы не бойтесь записывать, даже если вы такие думаете, ну как, я никогда никому ничего учил. Начните, попробуйте и вы удивитесь, что люди вас понимают. А если не понимают, они дают обратную связь. Просто объясните, что не нужно на меня ругаться. Просто вот форма для того, чтобы мне дали обратную связь. Я перезапишу, переделаю, дополню то, что вам не нравится. И люди, когда видят, что вы хотите дать, вы хотите быть полезными, они вам также говорят, ребят, вот это хорошо, а вот это нужно переделать. И вы это понимаете, и у вас всегда есть шансы, если вы открыты и не прячете от людей, люди это видят и говорят, да, переделывай, спасибо. Это вот как мы в акселераторе, первые уроки мы думаем, слушай, мы продаем прикольный лайфстайл. Типа жить удаленно, путешествовать и продавать свои знания, либо знания своего эксперта. Давай, а мы много путешествуем, давай в путешествиях записывать. Мы ходим, гуляем и читаем уроки. На Гранд Каньоне там все. Да, 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 да. И как бы и получилось на Гранд Каньоне, я когда пересмотрел это видео, ну, бляха, муха. Запоминается, знаешь, вот реально. Оно запоминается, но оно раздражение вызывает. То есть мы видим по НПС, и мы потом, и мы видим люди, ну, как бы уроки, которые в студии, они говорят, окей, нормально. А люди, которые из Гранд Каньонов, из Индии, из яхтинга, из регаты, они говорят, что за трэш? Серега говорит, ну, блин, я как бы подробнее не могу. И мы просто то же самое, тот же самый контент перезаписали в студию, люди говорят, да, хорошо. То есть люди относятся к тому, что, типа, если ты гуляешь и даешь контент, то значит, ты хернёй занимаешься. А если ты в студии сидишься с флипчартом, значит, все нормально. Вот мы это поняли, и как бы, окей, больше эту ошибку не делаем. Но как бы нужно позволять себе делать ошибки. И люди дают обратную часть. Эй, вы, вы за наши деньги путешествуете, хватит, дайте нам, как бы, сядьте, нормально запишите. Мы думаем, блин, непонятно, то ли плохой контент, то ли, оказывается, эта форма людям не нравится. Мы тестируем новую рубрику в наших интервью. Это Блиц такой опрос. Быстро просто отвечай, особо не думая. Кто из известных людей тебя вдохновляет? Никто. Слушай, у меня никогда не было кумиров. Я от каждого беру какую-то вот штучку. То есть прям, чтобы вот человек вдохновлял, такого нет. В каждом есть какой-то свой лайфхак, и таких достаточно много. И что, мы с Серегой даже не вдохновляем? Вдохновляйте, конечно. Самый большой чек, который ты заработала? Ну, в консалтинге проекты там были по полтора, по два миллиона рублей. В онлайн-школе какой самый большой чек? В онлайн-школе средний чек. Оно самый дорогой продукт брать, самый дорогой продукт. Сколько у нас там? 79-900 стоит. Какой процент людей покупает их примерно? Немного сейчас процентов не скажу. Мы сейчас переупаковываем линейку, сейчас там будет VIP-продукт. Какое будущее ты видишь в своей школе через 10 лет? Через 10 лет школа – это такое сообщество, то есть это сообщество резидентов, это гораздо больше, чем школа. Другая реальность финансистов, то есть это не унылые специалисты, которые сидят в компаниях, а это такие финансовые советники, такой финансовый спецназ, который работает в компании. Эту компанию прямо ускоряет и является максимально приближенным лицом к собственникам и помогает расти. Супер. Есть ли какая-то сумма, заработав которую ты скажешь, к черту все, я поехала куда-то, на дачу или там на Бали? Я и так могу даже сейчас сказать и поехать. Такой суммы нет, это не история, когда ты делаешь что-то ради суммы. То есть у тебя вот цель сумма и все, потом после суммы хоть трава не расти. Здесь совсем другие цели и задачи. Поэтому мне не связано, я сейчас могу уже поехать и на дачу, и на Бали, и оттуда делать, либо не делать то, чем я занимаюсь. Круто, когда есть, что можно выбирать. Выбор, да. Самый большой эпик фейл или стресс, который тебе пришлось прочувствовать во время создания онлайн-школы? У нас история была как раз с партнером, с основателем, с моим супругом, когда он в один момент в виде на личном порядке сказал, что все, я принял решение выйти из этого проекта. А я была к этому не готова. То есть тут у меня уже школа, ученики, обязательства, продажи, весь маркетинг, продюсирование и продажи, все получается в один момент перешло на меня. То есть в итоге это было на грани же еще личные отношения, рабочие отношения. То есть, ах ты муж, ты меня бросаешь. Мы тогда причем еще не были юридически женаты, то есть даже я жду, блин, если сейчас такое в бизнесе, то что, причем, ну, колечко было уже на пальце, думаешь, как это? И у меня, знаешь, такое сознание пришло разделить просто роли, что вот есть рабочие, есть личные. У нас тоже с женой бывает так. Вначале это, конечно, было сложно, потому что появилась еще одна зона, которая очень важна. Она мне там на яйца становится или там пытается меня там направить. И это было нелегко, но потом мы научились. Это прям отдельный квест. Я даже один раз от нее уходил и спал в соседнем отеле две ночи, потому что она мне наступила на больную мозоль. Были ли моменты, когда ты жалела, что начала свой онлайн-образовательный проект? Нет, не было. Ну, давай представим, что вот сейчас нас смотрит человек, который думает, блин, я тоже хочу заработать за 10 месяцев 5 миллионов рублей, и для меня это будет круто. Вот, что бы ты посоветовала этому человеку? Ну, определиться, зачем ему это нужно. То есть, он может другими способами заработать 5 миллионов рублей гораздо проще, либо не заработать 5 миллионов рублей. То есть, вопрос, если у него стоит вопрос, онлайн-школа, либо не онлайн-школа, то есть, что для него это будет? Если просто школу, как заработать, срубить бабла, тогда, наверное, я бы другие бизнесы рекомендовала. Тот же консалтинг, либо какое-то посредничество, либо купи-продай. Это менее интеллектуально, там, мозгоемкие бизнесы, где результат будет выше и быстрее. Кому ты можешь порекомендовать акселератор? Вот для каких людей, для какого типа, кому это нужно? Если мы говорим про людей-экспертов, то это те, которые, наверное, ну, вот обладают навыками, то есть, определенной экспертностью, которые они почему-то не делятся. Ты знаешь, они вот как будто работают, что-то накапливают, накапливают, и вот внутри себя это все варится, и все. Поэтому экспертам, тем, которые есть с чем поделиться, а тем, кто умеет строить бизнесы, классная финансовая, классная бизнес-модель, которая может приносить хорошие результаты. Ребят, кто посмотрел историю Снежаны и понимает, что тоже хочет себя попробовать в роли собственника онлайн-школы, хочет выйти из консалтингового бизнеса, либо вы бизнес-тренер, либо вы эксперт, либо вы преподаватель вуза, либо крутой, там, бухгалтер, финансист, юрист, вы идите просто по ссылочке, смотрите наш мастер-класс, как создать свою онлайн-школу за 5 шагов и делать от 100 продаж в месяц. Там все инструменты. И приглашаем на наш годовой акселератор онлайн-школ, резидентом которого является Снежана, и благодаря этому у нее появилась онлайн-школа. По крайней мере, мы помогли ей ускориться. Приходите в акселератор, рекомендую, то есть те, кому нужно ускориться, те, кто ищет методику создания и развития онлайн-школы, мы на себе ее опробировали, внедрили и получили результат. Поэтому искренне рекомендую, причем проверено на своем опыте. Спасибо. Ребят, ну а кому нужно навести порядок в финансах? Во-первых, покупайте книгу, во-вторых, идите по ссылочке под этим видео и регистрируйтесь на мастер-класс, как наводить порядок в своих финансах, в своей компании, либо становиться удаленным экспертом, консультантом и вести частную практику.